Здравствуйте, уважаемые гости нашего музея. Я продолжаю эту серию лекций по теме храма Галякова поля. И снова вернусь к тому, что географическое понятие Галякова поля это огромная территория, это не конкретно локализованное место Мамаева побоища, это большая в площади территория, которая до 1917 года в храмы входили в Благородицкий въезд. Основная масса, конечно, наносилась к Петифанскому въезду. Как и само место сражения Каляковской битвы, где происходило, тоже находилось на территории Благородицкого въезда. В настоящее время это территория Кимовского и Курчинского районов. И вот, вы видите здесь написанные районы, о которых мы говорим в этих лекциях. Ну и красным выделены те, о которых мы будем говорить конкретно сегодня. Итак, первое, это Благородицкий район. Благородицкий район. Из этого района, в общем-то, так вот мы определили, что пять храмов вошли в число церквей Калякового поля. Два из них были деревянными, и они после 1917 года полностью уничтожены. Вот о трех храмах мы сегодня поговорим. Первый в селе Бахметьево, или как оно называлось, Пречистинское, был построен в 1690 году. Он уже упоминается в укладных книгах рязанской епархии 1676 года, в приписях книги. То есть вот в этой книге, я немножко вначале об этом скажу, вот эти вот докладные книги рязанской епархии, они для чего тут назначались? Каждый храм ежегодно платил налог в пользу рязанской епархии. И вот книга как раз об этом и рассказывает. В то же время, те, которые уже после написания книги храмы освящались, или облагались налогом, так, как правило, указывалась дата освящения этого храма. И вот в Бахметьево храм был построен в 1690 году. Здесь сразу стоит отметить, что еще с 60-х, 70-х годов, 19-го века эта местность принадлежала царскому стольнику Василию Петровичу Бахметьеву. Именно поэтому село и получило вот такое вот название. Первоначально церковь была деревянной, а в 1766 году каменную церковь построил в основном на собственные средства губернский прокурор Семен Евтропович Молчанов. Вот на верхних двух фотографиях вы видите колокольню, и за ней, вот рядом справа, основная часть храма. Как видите, он был пятиглавный. Но сразу скажу, что означает пятиглавие. Это символ того, что центральный купол – это Спаситель Иисус Христос, а четыре маленьких купола, отположенные вокруг него, – это четыре юриста. Вот так храмом выражался вот этот самый символ. Ведь мы знаем, что у нас есть однокупольные и семикупольные храмы, и девяти, и одиннадцатикупольные, всегда еще один. Вот это вот самое распространенное, конечно, пятикупольное. Церковь действовала в 1930-х годах. Затем ее закрыли. Здание само использовали подсклады, подземно-хранилища. Еще до войны взорвали колокольню. Вот видите, следующая фотография под ними. Значит, там уже не было колокольня. Эта фотография сделана за несколько дней до взрыва. А взорвали ее в 1978 году. Попробовали ее разобрать, но ничего не получилось. Знаете, про эту церковь, когда-то местный краевед, сейчас я не скажу, он сказал так, что вот мы так с гордостью отметили то, как строили наши предки. И вот пришлось эту церковь взорвать. Потом это место заросло бурьяном, пустовало. И вот по инициативе местного учителя местной школы, краеведа Виктора Петровича Горохова, начали очищать территорию, нашли спонсоров, сами там местные жители собирали деньги. И вот на месте каменного храма подстроили вот такой вот небольшой, горелианный. Устроили там иконостас. И, наконец, в 2013 году эту церковь освятили. И, естественно, воиня Вадимовской иконы Божьей Матери, как и прежде называлась эта церковь. То есть можно сказать об этом храме, чтобы он не пройдет. Справа церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Березовка. Первая церковь была построена в 1704 году в деревянном здании. А когда это было имением помещиков Ляпуновых, один из представителей этой фамилии, Дмитрий Николаевич, построил каменную церковь в 1798-1810 годах. Ну, пожалуй, можно сказать, что это было не так часто, но в ней было две колокольни. На одной колокольни располагался большой басовый колоколь, а на второй колокольни висели подголоски, так сказать, остальные колокола. После закрытия церковь, я буду повторяться каждый раз, что использовались в основном все храмы, как земное хранилище или как склады. Также использовалась и эта церковь. Но после войны разобрали теплую часть. До настоящего времени церковь представляет собой такой, можно сказать, убойный вид. Никакие работы по ее восстановлению не проводятся. Вот это, кстати, буквально в нескольких километрах, где-то 5 километров от села Монастырщина. То есть совсем рядом с местом Беликольской битвы. Немножко побольше мы выделили внимание в селу Красный Набуица. Это тоже Богородийский сейчас район и обычно называют это село Краснабуица. Одним словом так, Краснабуица. Хотя первоначальное название было Красное. Это с левой стороны устья речки Буица. Это место впадения этой речки, а справа будет Никольская. Ну, как я уже сказал, Никольская была деревянная церковь, а вот с левой стороны, в красном, была вот такая вот каменная церковь. Вот это общий вид на село. В центре двухэтажное кирпичное здание контора графов Алсуфьевых. Справа их имение, дом, по нищечей. А вот слева там просматривается сама церковь. Но, нужно сказать, что это село передавалось в поколение в поколение. И, в общем-то, можно сказать, проходило по одной линии, но с разными фамилиями. Первым владельцем этой местности был князь Мышицкий. Его дочь вышла замуж за Кирилла Алексеевича Нарышкина, троюродного брата Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра Пьева. Я немножечко вот эти, чем мы можем немножечко гордиться, может быть, теми связям, которые встречаются в селах нашей местности, местности Курикова поля. Вот. У Кирилла Алексеевича сын Семен Кириллович в браке с Балт-Полевой детей не имел. И поэтому вот это имение перешло его племянник, дочери, или, извините, сыну его сестры Александру Михайловичу Галичину, князю. Очень яркая личность времен Екатерины II этого периода, кавалера практически всех высших орденов Российской империи. И вот в 1795 году он построил каменную церковь. Вот вы его видите, храм строителя. А справа на фотографии сама церковь с отдельно стоящей колокольнью. В общем-то довольно-таки объемная. Вот она была однопрестольная Архамьева Михаила. Вот так выглядел главный вход в храм. А это начало XX века. После богослужения женщины в виде праздничной одежды выходит из церкви. Вот так выглядел основной объем храма слева. А справа мы видим иконостас церкви Архангела Михаила. И вот у Александра Михайловича были, у Александра Михайловича Галицына были две дочери. Первое, в общем-то, имение Красной Ногульцы по наследству перешло его старшей дочери, которая была в замужестве Долгоруковой. Детей у них не было. И поэтому... А вторая дочь была замужем за Арсухину. И уже имение перешло Василию Дмитриевичу Алсухину, то есть племянник его большего хозяина. И с тех пор его потомки вплоть до 1917 года до революции владели этим селом. Значит, его сын, Александр Васильевич Алсухов, был церковным старостой в этом храме. Но здесь нужно отметить следующее, что именно он стал инициатором строительства Сергиевского храма на Красном холме. Сначала в общем-то ну я приму такое слово нашел старый серпий села монастырщина вот этот самый старинный коностас вот Сергия Радонежского и потом он в Санкт-Петербурге был восстановлен и потом его в 1895 году установили в монастырщинской церкви. А являясь владельцем этих земель, где стоит памятник Сергиеву, памятник колонн Сергиеву Радонежскому, он значит со своего так сказать барского плеча пожаловал землю для того, чтобы там построить церковь Сергиев Радонежского, которую мы добываем на Красном холме и увидим. И он был первым председателем строительного комитета по сооружению храма Сергия Радонежского. В 1907 году он умер и можно сказать по наследству председателем стал его сын Юрий Александрович сухи. Вот благодаря ему он сделал огромную работу по сооружению храма Сергия Радонежского. Нашел художника, который с эпидемиатурой щусил, он привлек проектирование этого храма и так далее. Но самое главное, что я хочу отметить, что он был председателем Тульского отделения «Сохранение памятников истории культуры Российской империи». И вот в 1913-14 годах вышли шесть журналов памятников искусства Тульской губернии, которые помещались в фотографии. Вот благодаря этим изданиям мы сегодня можем увидеть предыдущие фотографии, что я вам показываю из этих книг. и конечно следует отметить отца Егора, который более 50 лет служил в церкви в села Красная на улице. В 30-е годы церковь закрыли. Сначала взорвали отдельно стоящую колокольню. Церковь использовала здесь книги хранения, зерна. В ней располагался магазин в части, а в другой части располагалось управление Красной сна. Так было до 2007-го года. Храм закрыли. Вплоть до прошлого года он пустовал. В прошлом году честно говоря я там не был. Сначала для меня кто-то рассказал, что дошел о том, что там какие-то потухи делаются для того, чтобы произвести какие-то работы. И вот сделано что 14-й год и 15-й год. В 15-м году очищена была территория, двери поставлены и обнесена церковная территория. Это то, что касается храмов Богородицкого района. Как я уже сказал, место сражения почти посерединке находится между Кимовским и Куркиевским районами. И вот конечно населенные пункты, о которых мы сейчас будем говорить, большинство из них. Они находятся в непосредственной близости. Я неслучайно поместил вот эти фотографии двух храмов. Во-первых, находятся друг с другом через дом. Никистский храм слева село Никистское находился, если я вам оговорюсь. А Екатерининский храм село Екатерининское справа. В настоящее время это называется поселок Грибоедово. Если кто-то бывал в этой местности, то можно представить, что это поселок Грибоедово. И чуть дальше проходишь, вот это самое село Екатерининское, и над доном возвышается красавица Екатерининская церковь. Но здесь надо сделать такое отступление. Храмы у нас Николай Чудотворца во имя Божьей Матери Троеручицы, там и пределы знамения Пресвятой Богородицы, Успения и так далее и так далее. Но многие храмы назывались по имени небесных покровителей местных помещиков. Вот я расскажу о Никистском храме. Многие наверное из вас знают такой первый источник как приходы церкви Тульской Барши, который был издан и заставлен Мальским. И вот когда мы про Никистское читаем, там написано там храм-строитель в 1851 году, князь Голицын и там пишется дальше в синодике написано, что кто-то из предков князя Голицына носил имя Никиты и в честь этого был освящен храм. Но давно я занимался Голицынами и до сих пор мы по элекционной эпохе с их потомками общаемся так. В общем-то состал я давно родослован у них. Вот. И вы знаете ни одного Никита у них в роды не попадалось. Поэтому мне это заинтересовало. Вот. Долго какие вот стремительные попытки были, чтобы найти что такое Никита, откуда он. Было подозрение, ведь многие имения именно в Епифанском уезде в Олецинок перешли к ним от князей Прозоровских. Действительно среди Прозоровских я нашел именем Никита примерно соответствующим этому времени. Вот. Но на выручку пришла перепись населения Владградская книга 1710 года. Там как раз про Никитское удалось найти, что первоначальным владельцем этого села был Никита Иванович Иванович Адольевский. То есть во имя его небесного покровителя был построен именно и, видимо, им, конечно, первый храм. И соответственно потом получило название само село. Первоначально он, конечно, был деревянным и, видимо, он, конечно, был первым храмостроителем и потом его внучка вышла замуж за Голицына, потом по роду Голицына она передавалась и, в конце концов, в конце XVIII века, не знаю, но, по всей вероятности, путем купли-продажи оно переходит в род Раевских. Последний храм был построен во второй деревянной, что вы видите внизу, был построен во второй половине XIX века Иваном Аркемичем Раевским. И здесь же следует отметить, что долгое время священником служил, он был благочинным пятого округа. Василий Алексеевич Миловидов вместе с семьей, жена, жена, кстати, из рода Богоявленских, те, которые на монастырщине священнослужительствовали, священнослужительствовали. А наверху его сын Богоявленского и душ Богоявленского. То есть вот это целая семья. И после войны храм, естественно, закрыли, после войны его полностью разобрали. А вот говоря о Селии Екатерининском, мы, наверное, должны перевестить в Отечественную войну в 1812 год. Приполним несколько таких имен здесь. Значит, в оклавной книге в Резинсанской епархии о том, что я говорил, и там в селе Екатеринском и в сельце Ивановском прежнее название Екатерининского были часовни. Причем часовня в Ивановском была приписана к Екатеринскому. Потом она исчезает и в документах второй половины 18 века часовни это не называется. А вот в 1800 году церковь каменная, которую вы сейчас видите, с двумя колокольнями построил Лев Денисович Давыдов, родной дяди Дениса Васильевич Давыдова знаменитого поэта героя Отечественной войны 19-го года. И это еще не все в этой войне. Женой, почему храм называется Екатеринский, Екатеринский, женой Давыдова была Екатерина Николаевна, рождена Самойлова, в первом замужестве Раевского, родная мать знаменитого Николая Николаевича Раевского. Леча Раевского, помните такое название? Значит, вот таким вот образом эта церковь была связана, можно сказать, с героями 1812-го года. Но и последствия тоже закрылась, затем обе колокольни были разобраны. когда в интерьер для книжек, где я там был, разговаривал с местным жителем, ни один не помнит о существовании двух колокольней. Хотя во всех старых документах написано, что колокольня, то есть храм был с двумя колокольнями. Но можно сказать этому храму в себе Мышенко повезло. В отличие от других. Больше всех повезло. Первоначальный храм был построен в первой половине 18-го века. Деревянный. По всей вероятности был построен Василием Ивановичем Суворовым. Опять не возвращался. Василий Иванович Суворов это отец нашего бессмертного генералистича Александра Васильевича Суворова. Я иногда говорю, может быть, даже помышленки босыми ножками бегал Александр Васильевич. Вот. Возможно, что конечно Василий Иванович строил этот храм. Но потом да, и первоначальная церковь там была во имя Николая Чудотворца деревянная. И вот на рубеже одна из сестер Александра Васильевича вышла замуж за Ивана Романовича Горчакова. И вот их сыновья Алексей и Андрей Горчакова решили построить новую каменную церковь. В 1810 году завершилось строительство и церковь осветили уже во имя знамения Пресвятой Богородицы. Здесь опять интересный вопрос. Уже издавна на то, что село называлось Знаменское -Мышенко Мышенко понятно первыми владельцами были гильзья Мышенские. А вот почему она будучи еще храм не был там знаменский а не Никольский. А почему-то она называлась знаменским. И знаменским только после вот этой постройки. В 30-е годы храм закрыли. Вот видите сохранялась вот эта роспись. Да, там был один из предельных алтарей был конечно Николай Чудотворцем потому что прежняя церковь была Никольская. Вот и вот так выглядела церковь. Но на рубеже 2010-х годов там началось восстановление этой церкви. В 1913-1916 годах в этом храме служил Леонид Матвеевич Вразов. Родной дедушкой Бориса Вячеславовича Вразового председателя Государственной Думы Российской Федерации. И вот под его руководством по его институте церковь восстановили. Вот так она сейчас выглядит. А ты на чьи деньги? Она же с вами наверное поднимала. Я так полагаю. А так конечно не восстановили. Но когда мы приехали в эту церковь она была закрыта. Сказали что ты служишь так в прелечащем случае. Я в том мне возил там мы с ним задавали хорошим неприятным ты знаешь здесь осталось два дома и три дома дачников. Ах храм вот он распадается и так далее но возникает второй вопрос а есть ли приход? Будет Будет Ну это трудно сказать Храм поставили значит дорога к нему есть значит подняться Вот пока что нет Вот я я чуть чуть отрекусь на прошлый раз рассказывал о селе Баранов по храме вот так мы потихонечку как-то там с Еленой Владимировичей Чилина она мне звонит с чего начинать мы тут задались вот все это решили храм он такой разрушенный все вот мы там посоветовал у нас восстановили покровский храм в селе покровской вангольдской так называемое вот вот я навел ее на эту кто восстанавливает церковь она созвонилась она сказала с чего начинать позвонит мне ой спасибо вы дали там чок мы теперь и вот они в 14 году на покров они проводили первую службу с Епифанией пригласили батюшку вот вы обязательно приезжайте вы там расскажете про историю и так далее ну вот и я приехал вы знаете человек 25 женщин и что было удивительно что человек 10 мужиков 8-10 где-то на этой службе ну извините 35 человек это уже прилично реально на службу я скажу что у нас в соборе не всегда столько бывает в селе Епифаре так что вот такое большое количество и вот сейчас они постепенно уже теперь им определили отца Александра на постоянную службу они спонсор значит дверь поставили раму поставили престол иконостас делали и так далее то есть вот это вот движение хотя церковь никто вот эту никто не восстановил а тут вот вопрос там говорят внутри бесподобные я ничего не могу сказать в каком примерном месте машинка в каком примерном месте это Куркинский район Михайловское вот если представляете Михайловское если представляете Даниловка вот эти вот Самохваловка вот эти все вот ну не далеко тоже от места Куликовской битвы вот как раз и Михайловское село Михайловское тоже в укладных книгах уже церковь часовня во имя Архангела Михаила в укладных книгах Тазанской епархии 1676 года показано уже как действующее и в дальнейших следующих документах вот именно 17 века она показана как собственно государство принадлежало государство и ну немножко в истории вернемся графа Боблинский да Алексей Григорьевич основатель этого рода ну незаконно рожденный да сын Екатерины второй и Григория графа Григория Орлова вот и вот значит когда Алексей Григорьевич умер да первое нужно сказать что Михайловское тоже его было владение Боблинского и вот настоящей находкой было интересней находкой в архиве вот этот вот планный фасад Архангельского храма 1802 года вот когда 1806 году выстроили вот эту церковь вот она показана справа вот она строилась во многом благодаря помощи Алексея Григорьевича когда он умер у него три сына осталось старшему по-моему Плавову Алексеевичу достался Бухородец среднему Василию Алексеевичу Боблике Донской представляете да а младшему Алексею Алексеевичу доставилось Михайловское село он там построил завод грахмальный свекольный завод там и все прочее вот и он почему я поместил его здесь фотографию потому что он оказывал большую помощь поселению большую помощь архангельскому храму после закрытия ну тоже постепенно сначала разобрали центральную часть есть такой Вячеслав Вячеславович Казанский директор завода Богородовского ресурс у него несколько книг есть они такие знаете не научно популярные но больше популярные такие вот и он там описывает не знаю насколько правда но как бы это все что немцы стреляли по этой церкви прям выстрелом снесли главку и вот оставалась только вот эта холодная часть церкви остальные все разобрали и вот опять же по инициативе прихожан ее решили восстановить инициатором главным инициатором был председатель ООО Знаменская Явланов не помню имя отчества вот благодаря его активной деятельности при поддержке других прихожан церковь восстановили правда когда мы там были она была тоже закрыта но рядом чуть туда вороты видите справа туда чуть подальше там домик где живет священник со своей семьей то есть это церковь живая если там знаменства никого нет то здесь церковь живая то есть опять же храм возродился да и в Михайловском я еще что хочу сказать мы сначала в школу посетили вот в этом селе где-то 900 с лишним жителей в школе около 200 человек то есть село живое там где-то 180-170 вот так вот ну и еще если добавить что население до революции там было более 3000 село очень большое для так конечно это уровень монастырщина монастырщина три с лишним тысячи вот а есть еще Никитское на Непрядре это очень большое село там в приходе было более 8000 для сравнения в Никольском соборе было в Епифане 5000 прихожан извините пожалуйста вы уже сказали в архиве нашли а в каком архиве это не секрет не секрет не секрет на архив в Тульском области в нашу в который на Ободину находится вот мы с Тамарой Владимировной там постоянно встречаемся там работаем вот это было как раз когда я нашел вот это вот планы фасад да мы познакомились с Тамарой Владимировной она прошла а что их за церковь а я все помню так что это действительно была находка и самое главное что этот документ не ОЦ не особо ценный они ну вот кто знаете которые на руки очень сложно они уточнитель где на Ободина на Ободина я даже не знаю УКБА там Лабиринт знаете Лабиринт а это почти напротив УКБА да туда проходите там спросите на проходной подскажут село Ордурь уКБА